Давайте помогу вам с хронологией. Это первая, это вторая, а вот это уже третья часть. Та, которую вы сейчас будете смотреть. Надеюсь, вам понравится. Я частенько возвращаюсь на старое капище, которое находится неподалеку от моего дома. Знаете, что-то в этом месте есть. Кстати, оно еще действующее. Сюда приходят люди. Правда, исполнение здешних идолов оставляет желать лучшего. Вероятно, что их здесь и резали, имея под рукой только самые примитивные инструменты. Наша ситуация кардинально отличается. Мы порядочно упакованы разного рода инструментом, которые сейчас незамедлительно пустим в дело. Начнем, как всегда, с электрозлыдней. Рама заряжает фрезер, которым будет выполнена львиная часть всей работы. В данном случае, это самая подходящая штука, конкретно под задачей этого ТТ. Ну и про ручные приблуды не стоит забывать. Вспоминаем, как вообще ими работается. Пока выглядит грубовато, но обещаю, мы тут все вылежим. А вот и резаки подоспели. Ну, это так. Пока баловство. А, ну вот у него какая есть. Да? Да. Ну, вот он. Ну, да. Буду быстрее, чем ты будешь стоять, шлифовать. Угу. А тут просто в другую краю подлезть и все. Все, и у него во сне никакой не остается. Знаешь? Угу. На скорую руку прошлись по всем откровенно торчащим заусенцам. Не зацикливаясь на конкретных кружках, выполняли работу комплексно. Потихоньку-полегоньку узор приобретает нужный нам вид. Но дело ведь не только в результате. Хочется ведь еще и по кайфу деревешечку поковырять. Вон, даже всюху подтянулось. Конечно, попробовать-то всем хочется. Но технику соблюдать все-таки стоит. Неправильно. Широкий, но широкий. Меня ругают постоянно. Ты зачем по шерсти, не против шерсти? Я женщина, я забываю. Ну, между прочим, в ту сторону легче резать. Ты ругаешься? Да-да-да-да. Да? Угу. Я отвечаю, мама, я клянусь. А я могу и так. Вот, блин, вот, вот, блин. Грячешь в другую сторону лучше бы. Ну ладно. Сейчас главное сделать достойную глубину. Шлифовка еще впереди, поэтому смело стамесочками выбираем лишнее. Всегда нужно думать на шаг вперед. Вот закончим мы с резьбой. А ведь дальше будет обработка, покраска, все вот эти вот моменты. А материала как такового нет. Нужно подзатариться. Но перед этим хочу похвастаться нашей новой шапочкой для канала. Прикольная, правда? Ее нам замутил Дмитрий Смирнов. Тот самый, который нарисовал аватарки мне и Раме. Он занимается оформлением соцсетей, так что если вам нужна вкусная бложечка, вы знаете, к кому обратиться. Ссылку на него я оставлю в описании. Ну а мы поехали. Мы решили попытать удачу и добраться до ближайшего строительного супермаркета. Нужно немного краски и лака. Ну и по мелочам расходняк всякий зацепил. Но мы до последнего не знали, что там с торговлей в нынешние времена. Прямо что, он работает. Пускай. Пускай только инвалиды встанет. Ну, инвалиды. Здесь Шварцкая. Да, Шварцкая. Только через интернет, да? Через интернет выбрать, что тебе нужно. Отправляешь, потом стоишь пару часов на парковке, ждешь. Тебе звонят, выносят вот сюда. Вот что-то, наверное, типа того. Такой вариант нас не устраивает. По многим причинам. Не буду вдаваться. В общем, решили полазить по закромам. Ну, смотри, еще пулька. Растворитель только надо. Баночку прямо растворить. Либо дать туда. Я думаю, можно размешать, и она вполне еще нормальная. Ну, если растворитель сделать, она просто может быть сверху густая. У меня растворитель для Юрики припасен. Или по 50 на 50 тогда банку разнесел. Ну, не знаю, я в красках-то не разбираюсь, но мне кажется, надо растворить ее, чтобы она более такая жидкая была. Потому что если она была слишком густая, она может быть и вообще ничего не ходит. Ну да, вероятно. У-ни-ло-лол. У-ни-пол. У-ни-ло-л. Лол. У меня срок годности, ему до 3 назад встек. Допустим, грунтовочный слой мы нашли. А разрисовывать-то чем? Надо заценить, что у меня осталось. До хрена акрила. Но красить им весь столб, это такое. Жалко. Хм. А вот баночки могут зарешать. Ну и что у меня есть? Какие-то крополя голимые. Придется этим как-то и обходиться. Здесь все нормально. Ладно, сейчас разберусь. Я разложил их по оттенкам. Не знаете, теоретически можно залить неплохие переливы. Аэрозоль идеально подходит для создания легких переходов. От одного тона к другому. Ну вот, собственно, и все, что у меня более-менее в наличии живое осталось. Вот из этого нужно придумывать какой-то градиент. Как? Как-нибудь. Кстати, погодите. Что-то ведь еще было. О! Что это? Что это? Ну, тут нет. Все, труп. Что это? Напишите в комментариях, кстати, кто в курсе. Что это такое? Это я знаю точно. Чистилка для копов. Или я опять же ошибаюсь. В общем, вопрос. Что это такое? В противном случае у меня остались полутона от 94-ки. Может пригодятся. Можно, конечно, еще и акрил поюзать. Но я думаю, на фигурке как раз акрилка у меня и пойдет. Стало спокойнее. Продолжаем резать. На очереди фигурки. Рама зарядил фрезу поменьше. С помощью нее можно залезть во всякие укромные уголки. И более детально вырезать все элементы персонажей. Внутрянку пока не трогаем. С ней поработаем отдельно. Другим инструментом. Вот и тотемчик готов. Две силуэтки, считай, завалили. Трафареты кое-где дали сбой. И пришлось вручную поправлять некоторые детали. Но это не страшно. Главное это вырезать правильно. Один фиг все будет покрываться краской. Рамыч вырезает четенько. Сказывается, какой-никакой опыт. Сколько уже проектов сделали. Все в копилку. Конечно же, впереди куча доработок. Хочется достичь максимально хорошего результата. Ну, насколько это возможно. Это самое. Как видосик? Норм? Оцените, пожалуйста. Лайк или дизлайк. Комментик от души и подписочку оформите. Продолжение уже очень скоро. И чтобы его не пропустить, жмякните колокольчик. Ваша поддержка мне просто необходима. Не оставайтесь в стороне. Помогите мне вырасти. Что ж ты не режешь? В инсту и в ВК прыгайте за док-материалом. Ну, а если вы на канале впервые, зацените уже готовые проекты. Старый тотемчик, например. В таком случае не прощаюсь. Сейчас я снова заговорю.